Этим летом я собираюсь совершить тур по России. Девиз этого тура от Тихого океана до Балтийского моря и всего, что находится между ними. И в основном это делается для того, чтобы развеять предубеждение и невежество в отношении следующего утверждения. Да, Москва может быть хорошим городом. Санкт-Петербург может быть хорошим городом, но все, что находится за его пределами, это дерьмо. Россия разрушена. Это не работает. Это сломано. Я был в городах за пределами Москвы, и это неправда. Но теперь цель состоит в том, чтобы поехать туда и показать, что от Тихого океана до Балтийского моря и всего, что находится между ними, это настоящая Россия. И пусть люди сами решают. Ты же знаешь, что там есть китайцы. Китайцы не просто едут в Москву. Они видят Россию и они возвращаются, и они говорят о русских в положительном ключе. Русские едут в Китай, и вы начинаете разрушать эту стену невежества и страха, которая возникла из-за этого. И из-за этого теперь, когда мы говорим об экономическом процветании, между нами будет доверие, потому что они понимают, как работает Китай. Они понимают, кто такие китайцы. Китайцы понимают, как работает Россия, кто такие русские. И они собрались вместе и сказали, эй, нам нравится идея мирного сосуществования, и мы можем превратить этого в взаимовыгодные отношения. И они так и сделают, и они так и делают. И я просто продолжаю говорить американцам, чувак, мы должны сделать то же самое. Знаешь, лучший способ предотвратить конфликт с Россией или Китаем, это поехать в Россию и Китай, встретиться с русскими и китайцами и признать, что они такие же люди, как и мы. У них может быть другой цвет кожи, как в случае с китайцами. Я не знаю, это было очень расистское высказывание, но у них может быть другой язык, у них могут быть другие культурные особенности. Они могут одеваться по-другому. Но в конце концов мы одни и те же люди. Вы садитесь за стол и рассказываете анекдоты, и мы будем смеяться. Юмор есть юмор. То, что огорчает китайцев, огорчает и американцев. То, что радует китайцев, радует и американцев. И как только мы осознаем это и поймем, что мы одни и те же люди, что у нас нет причин испытывать этот страх и эту враждебность. Мы вдруг перестанем тратить триллионы долларов на оборону и начнем выяснять, как с этим работать. Потому что, видишь ли, мы боимся тебя. Мы боимся тебя, потому что ты чертовски хорош в своих экономических делах. Джанет Йеллен только что вышла и призналась, что вы, ребята, делаете это лучше, чем мы. И она злится на тебя, потому что ты делаешь это лучше, чем мы. Ты, она злится на тебя, потому что ты превосходишь нас в конкуренции. Но, опять же, я имею в виду, что китайцы хорошие бизнесмены, конечно же, так оно и есть. Я имею в виду, что они не достигли бы того, что у них есть сегодня, если бы это было не так. Но часть хорошего бизнесмена заключается в том, чтобы не унижать своих потенциальных клиентов или даже своих конкурентов. Это заключается в том, чтобы найти здоровые экономические отношения. И если Соединенные Штаты будут готовы работать с Китаем, Китай будет более чем счастлив сказать, что мы можем сделать, чтобы мы оба процветали вместе. Потому что вы видите, что если я собираюсь стать китайским потребителем, у меня должны быть деньги, и у меня также должна быть своя собственная промышленная база. И Китай не хочет быть местом, где можно только потреблять. Здесь должно быть здоровое взаимодействие. Здесь должен быть баланс, и хорошие бизнесмены понимают этот баланс. Китай и Россия сегодня работают над достижением этого баланса. У Китая может быть этот баланс с Америкой. У Америки может быть этот баланс с Россией. Есть еще целый большой мир, в котором мы можем найти экономический баланс совместного процветания.